В то, что к социально-экологическому движению уже спустя три месяца подключатся тысячи ульяновцев, не верил и сам Евгений Матросов. Евгений уже несколько лет стоит у руля предприятия по фасовке и складированию неорганических отходов. Все это время его основными клиентами были только юридические лица. Тогда еще в 15-м году очень много звонков было с регионов, где люди просили нас приехать и забрать у них вторсырье. Мы говорили, вы извините, мы маленький формат другой компании, во-первых, находимся далеко, не можем приехать. Они говорят, да у нас целый гараж накопился, балкон завален, может заберете, да мы бесплатно отдадим. И вот эти звоночки, они всегда давали понимание того, что люди на сегодняшний день готовы к тому, что они готовы сдавать вторсырье. Тогда предприниматель решил привлекать к делу уже физические лица простых жителей Ульяновска. Идея заключалась в том, чтобы сформировать культуру сортировки мусора. Так любой человек при желании начал бы отделять пластик, макулатуру, стекло, татарапак и прочее вторсырье от другого мусора прямо у себя дома. Копил его, аккуратно складывал, промывал и дальше за отходами приехала бы машина и доставляла их на склад. Как оказалось, идея хоть чуть-чуть решить проблему загрязнения вызвала ошеломительный результат. После запуска проекта, буквально вот сейчас сколько, три с половиной месяца, вопросов в день очень много. Людям это интересно, люди готовы сдавать, готовить это вторсырье. Были нюансы у нас с водой, очевидно, что люди не готовы были мыть. Многие говорили, вы сошли с ума, вы что-то придумали. Потому что мы принципиально, приезжая, если мы сразу видим, что пакет не мытый, мы просто возвращаем. Воплотить идею в жизнь Евгению помогли в одной ульяновской IT-компании. Программисты разработали специальное мобильное приложение. Речь идет об интернет-сервисе в Торплюс. Все просто. Вы заходите в приложение, в нем есть небольшой сплэш-скрин, так называемый. Вы регистрируетесь, можете ознакомиться с различными инструкциями, выбрать удобную для вас роль и заполнить заявку. Все, прям до тривиальности, пожалуйста. Пользователь приложения может выступать в двух ролях, причем одновременно, либо менять их. С одной стороны, это человек, который занимается непосредственно сбором вторсырья и его домашней сортировкой. С другой стороны, человек, выступающий в качестве водителя, который, к примеру, по пути на работу может захватить несколько пакетов с пластиком и отвезти на перерабатывающий склад. За четыре месяца работы приложение скачали три тысячи ульяновцев. Нам бы хотелось, чтобы максимальное количество граждан, максимальное количество людей это приложение себе скачало, начало его использовать и предоставило нам и проекту какую-то обратную связь, которая позволит и оптимизировать само приложение, и сам проект, и сделать его удобнее для пользования всеми, собственно, другими людьми, другими гражданами. Мама и жена Ксения Кондратьева скачала приложение «Одна из первых», и теперь раз в неделю к ее дому приезжает машина и забирает пакеты со вторсырьем. Бладая женщина признается, что идея сортировать мусор в их семье зародилась еще год назад. Даже маленький сын приучился фантике от конфет класть в отдельный от остального мусора пакет. С детьми всегда так. Что делать сегодня, то ребенка делает. То есть, если он уже видит, что вот у меня стоит ведро, да, там, где не перерабатываем мусор, мы складываем, и рядом же стоит этот пакет, куда мы складываем пластик, да, складываем пластик, жесть складываем, вот, то есть он уже идет, я вижу, он конфетку съел, раз-раз-раз-раз, и не в это ведро, а туда, раз в пластик и положил. Как показала практика, в роли водителей пока выступают меньше. В основном все пользователи занимаются сбором и сортировкой, поэтому существует штатный персонал. В среднем за день курьеры выезжают на 23 адреса. Ожидания не оправдались, они в положительную сторону. То есть, у нас расчет был, что мы через 3-4 месяца выйдем на 500 заявок в месяц. У нас уже 600, гораздо раньше, то есть через 2 месяца это вышло. Заявки растут с каждым днем. После того, как вторсырье передали за одних, другие, водитель везет его на предприятие по подготовке сырья. Где опасный мусор вручную еще тщательно сортируют, склодируют и измельчают. А дальше передают на заводы, где из торсырья делают новый продукт. Ринат Алиулова, Даниил Сурков, Новости Улправда ТВ.